всем доброе утро наступил понедельник день рабочий однозначно и такой очень насыщенный мы сегодня встали как обычно в 6 утра сейчас 12 я за это время присела один раз пока так все остальное время занимаясь уборкой стирка у нас недельная второй раз уже стрелку запустила и кажется еще четыре запущу скорее артемий купается и разговаривает как всегда параллельно с тем как я рассказываю вас совершенно не смущает что мама что-то кому-то говорит кстати кто спрашивал что думает артемий про камеру он знает что я рассказываю подписчикам и потом выкладываю в интернет артемий не выливай воду на пол пожалуйста вот что хотела сказать я потеряла нить пользование сегодня волосы вообще не укладывала просто вот помыла голову вообще никаких укладочных средств вот такие вот у меня волосы сами по себе так всегда было они у меня сверху ровные примерно вот так и дальше начинают биться кудряшки вообще думала их собрать сегодня хотелось собранную плечетку думаю так оставлю больно хорошо лежат артемий аккуратнее безобразней погода нас сегодня чуть не радует вообще прогноз на майские один дождь просто дождь я думала может папе на дачу поехать мы вообще собирались к нему но плюс пять плюс семь и дождь было никуда пока не хочется так что с погоды не подфартило и вчера мы очень удачно словили солнышко сейчас вот вот просто серость ой какая кошка красивая бежит видите кстати я на этом балконе видела этого мужчину сегодня он курил стоял курил со своей женой вот так что его выписали я не знаю что с ним было я не могу это нигде узнать никто мне не скажет вот но слава богу что он жив здоров с ним все хорошо теперь я спокойно за него с рассадой происходит у меня что-то странное вот с этим кустом он желтеет у него отваливается листья вероятное не слишком моим этой рассаде слишком мало земли я не знаю или или что хотя на других тоже желтенькая появилась поливаем каждый день вроде все в порядке может он чем-то заболел этот кустик что с ним такое я уже сегодня приготовила оладий артемия петь попросил на такую небольшую порцию точнее как приготовила я ему все насыпала в миску он сам все перемешала я потом просто выпекла то есть тесто готовила вот думаю чтобы такое приготовить вкусное на ужин вообще надо в мясной но я буду пытаться уложить ребенка на дневной сон и он сейчас накупается поезд и попробуем лечь спать потому что я хочу спать если он учнет то я просто надо алишер уехал на дачу сегодня если повезет сделают они проводку если повезет потому что там еще отделка не доделана и потому что вот алишер туда приехал и звонит мне и говорит что там вырубилось электричество на столбе то есть который не у нас выбило пробки а вот на этом столбе к которого идут провода каждому из домов по идее вот сейчас примерно должен прийти председатель и помочь включить электричество обратно я звонила ему попросить позвонила маме спросила у нее контакты председателя вот позвонила ему у него там как раз заседание майские праздники уже все активировалось там и водопровод вроде запустили короче готовимся к загородному сезону я жду не дождусь прям что не дождусь а еще девочки я реально удивляюсь количеству лайков на комментарии в котором говорилось что типа как не стыдно мне говорить что готовка и уборка это бесполезные занятия пустая трата времени давайте будем честными это рутинные задачи которые в идеале можно механизировать готовка уборка стирка глажка то есть это то что приносит результат в плане того что у тебя дома чисто уютно и хорошо но тебе это ничего не дает ты не становишься некрасивее не умнее не более разносторонним человеком не более культурным не более воспитанным не более выносливым ты просто становишься задолбанным человеком который драет готовит но как бы можно получать от этого удовольствие если это нравится мне это тоже нравится но в небольших количествах я пределах часа это люблю делать но я совершенно не считаю что после того как я 10 лет отучилась школе потом пять лет отучилась в университете наработала кучу опыта занимаюсь самообразованием и все это для того чтобы потом посвятить свою жизнь на мывание полов целыми днями нет так не должно быть у каждого человека есть свой потенциал и мне хочется сказать по кайфу но это так звучит как-то мне приятнее пойти на работу заработать деньги и скажем их потратить на то чтобы там купить посудомойку или чтобы кто-нибудь пришел ко мне и убирался у меня дома я надеюсь я когда-нибудь дорасту до этого уровня чтобы пользоваться клинингом то есть мне это принесет больше удовольствия если я на своей работе реализую себя как профессионалы заработаю денег и потрачу эти деньги на то чтобы кто-то за меня выполнил эту скучную работу вот мне так больше нравится есть девушки которым не хочется идти на работу стрессовать там выслушивать и не знаю там клиентов или начальство а хочется просто заниматься бытом и домом и это тоже очень классно что таких девушек всегда веет гармонии спокойствиями такая настоящая женская энергия я не такая я не могу быть такой я выросла в семье где у меня мама универсальный солдат которая все сама поэтому нет нет и еще раз нет я кто спрашивает когда когда я так изменилась когда я перестала любить вот это все и говорить что это бесполезное занятие ребята всегда просто всегда так было я тоже спала и позвонила Аля Шир про дачу там спросить разбудил меня мы отлично поспали Артемий два с половиной часа я полтора по моему мне понравилось его в последующие дни тоже стараться так укладывать а сейчас просто слабоумие и отвага Артемий меня вытащил гулять я долго упиралась тут веет дует ураганный ветер и начался дождь Артемий говорит я копать хочу сейчас я тебе варежки надену ну короче вышли минут на 20 наверное пока не ливанула блин ребята что мы тут делаем это просто я не знаю вам слышно или нет ветер просто жесть нас разлива дует вот оттуда вот Артемий как исследователь знаете на Северном полюсе под дождем и снегом практически копает я смотрела ребенку катер посмотрите какой он мокрый потому что Артемий с ним уже играл в воде ну он естественно не герметичный тонет но тут есть свои фишечки вот здесь вот откидная спинка у водителя вот и вот это это винт который вот так вот можно крутить и если не хочешь его крутить можно его поднять держи иди играй ну а я сегодня занимаюсь прозаическими делами уборком генералю немножко вот поэтому особо не снимаю потому что что снимать как я в каждый уголок залезаем вот я все хотела отгенералить кухню мне осталось микроволновку а ну надо еще холодильник помыть но холодильник мыть это быстро потому что я его часто мою 15 минут и все а вот микроволновку надо отгенералить она прям все там прилипло мы колпаком не пользуемся а надо бы вот я сейчас вот хочу духовку а и буду готовить у нас галетина нашлась в морозилке из мяса больше ничего нету мяса для животных там я думаю потушить ее с луком с морковкой тертой и томатами и сварить какой-нибудь супчик я посмотрю что у меня там есть из овощей вот и хочу натереть морковь на терке сделать такой салат потому что огурчики кончились и сельдерей я теперь так полюбила вот этот вот салат который я вам показывала блин это так вкусно я никогда раньше не любила сельдерей а теперь мне прям нравится то есть я почти каждый день делаю ну вот если не закончилось то делаю салат где вот огурцы, помидоры, сельдерей делала с редиской но у меня это не желудок болит я перестала ее добавлять вот что еще туда добавляю перчик иногда но перец дорогой я очень хочу на даче чтобы у меня вырос перец чтобы его не покупать потому что он прям каких-то космических денег стоит и я его очень люблю мне вкусно поэтому буду делать что у меня один потек не отмывается он походу внутри даже не один, два вот так вот видите раз и вот этот второй если что это звуки это Артемий с водой играет а не то что вы подумали ладно как красиво но вынимать стекло я сегодня не буду кто там спрашивал поедем ли мы на майские на дачу у нас снег идет настойчиво так не поедем созвонилась с Алишером он там на даче все еще они будут это поздно делать вот там круто получается и кровать они уже сделали я тут готовлю работать сегодня домохозяйкой картошечка сейчас сюда еще два яйца разобью и перемешаю будет вкусно здесь супчик с говядиной который у меня убежал немного я всегда мою плиту перед тем как готовить ненавижу готовить на грязной плите вот помыла и опять вот а тут я потушила мясо с овощами получилось очень ароматно вкусно я жду Алишера он все еще не приехал только выехал 11 вечера закончили и то они все доделали вот еще завтра продолжится этот процесс я сижу монтирую влог я поняла простите ребята простите но я поняла что нет последнего кусочка так что буду с вами прощаться увидимся завтра всем пока пока